Взвешивание у нас будет всего 3. Первое взвешивание. Взвешиваем что с чем? 1,8. 1,8. И какой же в результате этого? 1,8. Что первое момент фальшивое, а восьмое? Стоящее. Ну, это правда. Давайте еще осталось два взвешивания. Вы хотели, чтобы за второе взвешивание я узнал про две настоящие и две фальшивых. Еще две настоящие и еще две фальшивых. Так. Надо, чтобы было легче, но чтобы за это запретили. Я вам не зря сказал про эти линейки. Пусть есть линейка длиной от 1 до 200 сантиметров. Тогда если три такие линейки дали вам 6 метров, то вы точно знаете, что они все три ровно по 2 метра длиной. И никаких 8 миллионов ряда. Сказалось бы 200 на 200 на 200, это 8 миллионов. А за одно взвешивание в предельной ситуации удается сразу определить линейки всех, кто виноват. Слушайте, а вот в Москве, да и не только в Москве, летом, раньше на месяц, даже когда на 2 месяца, сейчас обычно на неделю, или там чуть больше, отключают горячую воду. Сталкивались с этим? Да. Замечательно. Да? И не в Москве. И не в Москве, и в Москве. Я тоже не могу где-то делать. Вот, вопрос, зачем? Это же не вредители какие-то. А, чтобы трубы починить? Отлично. Чтобы починить трубы. Совершенно верно. Основная идея в том, что трубы бьют, потихонечку вводят за время, их надо чинить. Там есть такая процедура, которая абсолютно обязательно после того, как эти самые трубы, насколько можно ремонтировали, проводится очень важная техническая процедура. Знаете? Какое большое давление отпускают в воду? Ну, а нет, это большое давление. Это присутка. А именно. Для того, чтобы быть уверенным, что все выдержит целую зиму, запускают существенно большее давление. Идея понятная. Если есть какое-то повреждение, то под большим давлением, в этом есть еще раз, спорнется, и мы сможем летом ремонтировать. Замечательно. Здесь то же самое. Здесь надо в некотором смысле поставить предельную такую штуку. Неужели не догадаетесь? Второй взвешивый надо сравнить с 7 и 14. Если вы будете по одной монете добавлять, вам потребуется 7 взвешивых. А в задаче только 3. А если что? 52, 3, 4, 5, 6, сравнить с 9, 10, 11, 12, 12, 12. Смотрите, вы знаете, что первая легкая, а восьмая тяжелая. Что надо сейчас сделать? Один, восемь, два, три. Очень хорошее. Потому что так ты сможешь только проверить, что 2 и 3 легкие. А нам нужно еще и две тяжелые додайте. Надо 2, 3, 4, 5, 6, 7, все равно и все равно. Да? Что это? 1, 9, 10, 8, 2, 3. Единственное, что 8, 2, 3 должно быть слева. Да. 2, 3, 8 и 2 и 3, они легкие, 8 тяжелые. Поэтому слева у нас две легкие, одна тяжелая. Справа две тяжелые, одна легкая. Поэтому действительно 2, 3, 8 легче. Но вопрос, может ли быть, что 2 и 3, хоть одна из них будет тяжелой? Если хотя бы одна из них тяжелая, то смотрите, эта масса не больше, чем две тяжелых плюс одна легкая. Да. А здесь не меньше, чем две тяжелых плюс одна легкая. Совершенно верно. Поэтому так не нравится. Потому что мы уже знаем, что восьмая тяжелая, а первая легкая. Поэтому для того, чтобы 2, 3, 8 оказалось бы легче, чем 1, 9, 10, необходимо, чтобы 9 и 10 были тяжелыми, а 2 и 3 легкими. Хорошо. и третье взвешивание. И третье взвешивание. Мы уже знаем, что 1, 2, 3 легкие. А, ну смотрите, пишем здесь. Все легкие, известные, перебрасываем направо. и добавляем к ним четыре тяжелые. А налево? Известные. Известные 8, 9, 10 это тяжелые. И добавляем 4, 5, 6, 7. Четыре легкие. Ну, давайте думать. Если хотя бы одна из этих тяжелая, то эта паса не меньше, чем 4 тяжелых. И 3 легких. Да. А этот не больше, чем 4 тяжелых и 3 легких. Отлично. Значит, осталось написать букву И, и задача будет решена. Так, всем понятно, что если у нас будет четвертое взвешивание, то мы сможем решить задачу уже не для 14 монет, а для скольки? Для 30. Совершенно верно. А потом будет вообще для 62, если за 5. Первое взвешивание выделяет одну тяжелую одну. После этого мы известные тяжелые переносим туда, где потом будет меньше. И из-за этого легких придется туда класть много. И каждый раз, как только мы определили, скажем, выяснили, что 8, 9, 10, после второго взвешивания, они тяжелые, мы переносим это налево на лево. Мы сейчас есть. Продолжение следует...